Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы действительно обсудить очень интересную тему, она очень глубокая. И в свете того, что мы обсуждаем проблемы именно в лечении рецидивов опухоли головы и шеи, и я, как являюсь лечевым терапевтом, немного бы хотел рассказать, очень кратко, но я думаю, что доходчиво о каких проблемах мы можем с вами обговорить. Все мы знаем рекомендации, и все мы на них ориентируемся. Самый главный из них, который популярный, это НССН, что при лечении рецидивов, естественно, золотым стандартом является хирургия. Также сейчас набирают обороты и лекарственное лечение. Но при возможности проведения повторного курса лучевой терапии обязательным требованием является применение именно прецензионных лучевых методик подведения дозы, а именно в режимах СБРТ и в различных его вариациях. Самые главные параметры, которые, в принципе, выносятся и характеризуют именно стереотерапическую лучевую терапию, это, естественно, точность, возможность подведения высоких доз по сравнению со стандартным фракционированием, а также это персонализация курса лечения и возможности адаптации лучевой терапии. Где же слабое звено и где могут возникнуть проблемы? Естественно, это может быть с самого начала, когда мы пытаемся достичь того же самого легко воспроизведенного положения во время лучевой подготовки. Также нам очень важна визуализация зоны интереса. У нас сейчас есть очень хорошие методики, такие как ПЭТ-КТ, и активно внедряются в нашу практику. Также очень важно это дозиметрическое планирование, совместная работа с медицинскими физиками и, соответственно, сама подведение дозы, каким именно методом, каким режимом будет проводиться данное лечение. Мы бы хотели немножко рассказать о нашем опыте внедрения также новых методик от компании Research. Скажу вкратце, что это компания, которая продвигает и пропагандирует лечение, как мы все стараемся использовать именно мультимодальный подход к лечению, применение современных достижений и физики, и математики, и в том числе внедрение именно искусственного интеллекта, так называемого машин ленинг, это очень важно в наши дни. Также касается даже каких-то рутинных процессов, также автоматического контролирования и автоматизированного планирования, замена даже, можно сказать, каких-то человеческих моментов, исключения ошибок, человеческих факторов. В целом это разработка специализированного программного обеспечения, которое может применяться на абсолютно разных платформах и разных машинах. Хотелось бы выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются лучевые терапевты при проведении повторной лучевой терапии, при планировании повторной лучевой терапии. Это, естественно, те моменты, которые перечислены на слайды, что голова шеи – это очень сложный анатомический регион. К сожалению, факт о том, что обычно опухоли, они неправильные геометрической формы, также они имеют немалый размер, протяженность большую, характеризуются нечеткими границами, что очень важно при проведении лучевой терапии и оконтривании. И всем известны моменты о том, что геологический фактор и ретективная клетка, она более радиорезистентная, и поэтому требуется подведение очень больших доз радиации. Ткани и критические структуры – они легко деформируемые, так же, как и их положение в пространстве. Большой нюанс в том, что, учитывая, что я говорил, что антримическая зона очень сложная, нередко рецидивный процесс развивается эндокраниально, также приезжат радиочувствительные органы, такие как внутричерепные нервы, и это действительно для нас большая сложность – разработать адекватный и оптимальный дозиметрический план облучения. И также еще такая проблема является даже на начальном уровне, что при подготовке к лечению во многих центрах мы сталкиваемся с проблемой, что положение позвоночника, в данном случае шейный отдел позвоночника, при проведении компьютерной томографии, топометрическом режиме МРТ и ПЭТ-КТ, они абсолютно разные. И мы видим, например, на данном слайде показано, какое положение шеи, может быть, при проведении топометрической подготовки, это действительно является для нас проблемой. Можно использовать различные девайсы, которые могут нивелировать и смотить, к минимуму, такие проблемы, но не все апертуры всех известных нам модальностей и исследований, и плюс, соответственно, модели именно КТ и МРТ позволяют проводить именно исследования с такими девайсами. Какое может быть решение? Сейчас это внедряется в нашу практику благодаря тому, что есть программа искусственного интеллекта, которая помогает нам делать деформированный, так называемый, фьюзер, деформированную регистрацию изображения, то есть мы имеем первичное КТ начальное и получаем новое КТ при проведении контрольного исследования или при репланировании, либо же при облучении рецидивов, то есть при проведении повторной лучевой терапии после классической лучевой терапии, которая была проведена ранее. На данном слайде показано, как изменяется положение и насколько важен деформированный фьюз, то есть красным цветом показаны зоны максимальных изменений положения и, соответственно, синим – это минимальное положение изменений, антомические зоны. Также еще одна серьезная проблема, которая включает ряд других проблем, в том, что почти все пациенты с лучевой терапией по радикальной программе в анализе. К сожалению, около 30% всего лишь получали именно комфортную лучевую терапию. Эти все данные, естественно, мы говорим про Россию. И всего лишь 10% центров, которые на данный момент существуют, могут проводить претензионную лучевую терапию и имеют такую техническую возможность. И как раз-таки эта платформа нам помогает рассчитывать планы облучения для повторного воздействия. И мы можем благодаря этому программному обеспечению использовать те алгоритмы расчета и суммировать те дозы, которые были ранее, и рассчитать максимально ту дозу, которую мы можем подвести на опухоль и не повредить критические структуры. Адаптивная лучевая терапия используется в том случае, если мы планируем проведение лучевой терапии в режиме АМРТ. Обычно режим АМРТ используется при повторном облучении, когда одет в влечение крупных сосудов. Также, благодаря всем этим программным возможностям мы можем разработать адаптивный план лучевой терапии. И разработка и ускоряется, и упрощается. Сочетанная лучевая терапия, мы сегодня тоже говорили в том числе и про нейтронную терапию, мы можем использовать разные виды источников, мы можем использовать разные машины для того, чтобы рассчитать адекватный план облучения. Тут написаны цифры, которые очень важны для лучевых терапевтов. Например, мы получаем вариации облучения одного пациента 40-50 планов всего лишь за 20 минут, когда это может занимать достаточно большое количество времени. Если взять стандартные планирующиеся станции, то это может занимать несколько суток. Благодаря тому, что есть программная возможность выбора адекватного плана облучения, то есть вы видите на скриншоте, есть ползунки, которые нам помогают выбрать максимально ту дозу, которую мы не хотим подвести к кокетической структуре, и максимально подвести дозу к таргету. Оптимальный план облучения также мы можем разработать абсолютно на разные машины. То есть если в центре есть большой и обширный парк машин, линейных ускорителей, и мы можем выбрать ту или иную машину, где этот план будет максимально реализован, максимально адекватно. Все специалисты всегда стремятся упростить свою жизнь, и соответственно все шутят на эту тему в плане того, что когда фотографируют, есть кнопочка создать шедевр, и вот как раз-таки это программное обеспечение нам помогает сделать шедевр, именно чумаж для лучевого терапевта, выбрать тот план облучения, который не навредит, а который действительно будет максимально эффективен в той или иной ситуации. Если вкратце, то это все. На самом деле мы планируем провести достаточно большой ряд лекций, связанных именно с этими возможностями, и именно демонстрацию уже кейсов в России. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы, Виктор Иванович, пожалуйста. Упростить все наши отношения, и характер вопрос таков. Рак гортани, радикальный метод лечения. Статус локали вполне удовлетворительный, шея спокойная. Рецидив опухоль. Через какой год, на каком сроке, вы можете провести еще раз радикальный метод курса? Рецидив опухоль процесса. Спасибо за вопрос. Очень много факторов, которые нам будут помогать решать этот вопрос. Начнем с того, что это будет, естественно, срок проведенной лучевой терапии, от проведенной ранней лучевой терапии. Дозы мы все знаем, да, это ранее еще от 60 до 70 грей. Обычно мы рассматриваем пациента на повторную лучевой терапию, начиная от полугода. То есть, если полугода ранее была проведена лучевая терапия, то мы уже его рассматриваем, возможности проведения повторной лучевой терапии. Но все зависит от расположения, объема опухоли, ее формы и прилежания к критическим структурам. Причем радиологам, ну вот я не хотел бы, чтобы вы вмешивались. Будьте любезны. Радикальный вы можете на лучевой терапии иметь лечение взять? И с какой срок? Если ему не показано хирургическое лечение, то через 6 месяцев мы можем его рассмотреть. Нет, спасибо. Лечение какие-то со стороны органов облучаемых, либо критических зон каких-то осложнений? Конечно, и осложнения также, опять-таки, все могут быть в том числе. И если мы говорим, просто все зависит от того, где располагается рецидивный опухоль, какая терапевтическая структура прилежит. Но эти осложнения, они настолько минимальны по сравнению с классической лучевой терапией, даже в режиме АМРТ. Поэтому здесь та точность, о которой мы говорили, она нам помогает нивелировать эти осложнения. И использование, например, той же самого протонного пучка также нам позволяет максимально точно подводить дозу и эти осложнения нивелировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...